Ветер перемен Он работает именно в режиме онлайн вот уже почти 7 лет. И поэтому у меня за это время накопилось достаточно много опыта, какое интернет-обучение более эффективное, а какое, в общем-то, не очень, скажем так. Итак, очень часто мы попадаем в ловушку такой мысли, что, вот то, что называется онлайн-обучение, когда мы имеем возможность задавать вопросы тренеру, коучу, консультанту, вообще педагогу какому-то, они всегда как-то получаются чуть дороже, они всегда привязаны к определенному времени, и у нас не всегда совпадает, как говорится, то и другое. Но, тем не менее, мы стараемся, если тема нас интересует, мы стараемся каким-то образом все-таки ее освоить, правда же? Ну вот скажите, вы когда-нибудь обучались онлайн? Покупали, может быть, какие-то курсы, что называется, в коробках, то есть в записи, да? Может быть, книги какие-то электронные. Скажите, какие из методов, которые вы, может быть, использовали на себе, вам показались более результативными? Ну, скажем, чисто свой опыт. Я могу сказать, что занятия в режиме онлайн, когда есть возможность, если не голосом, пообщаться с тренером, то хотя бы через чат, задать все интересующие вопросы, оно всегда более результативное. Ну, это лично для меня. Я надеюсь, что вы поделитесь как бы своим мнением по этому поводу. Я же вижу это и по своим участникам обучения. Когда они, скажем, там, в режиме заочник обучаются, это одни результаты. Когда они имеют индивидуальные занятия, индивидуальные консультации, и мы можем с ними поговорить голосом, это совсем другие результаты. А почему так происходит? Наша школа и наша высшая школа страдают одним и тем же недостатком. Это, в общем-то, тяга к классической системе, к классическому типу обучения. Но в то же время на сегодняшний день получила распространение гораздо более новая, креативная форма. Я ее называю активная форма. Вот видите, я их тут специально, табличку ставила, составила для вас. Традиционная классическая система обучения и активное обучение. Его еще называют бизнес-обучением, но это не значит, что это обучение бизнесу. То есть они просто принципиально различные. И сейчас я хочу вас познакомить именно с этими различиями, чтобы вы понимали, какой лучше выбрать метод, какой подход лучше применять для того, чтобы все-таки достичь лучшего результата. Итак, мы отталкиваемся от чего? От того, какая, в общем-то, цель у этого обучения. Ноги растут от цели, правда же? Вот когда мы знаем, что цель у обучения, у классического – дать широкие и общие понятия. Как бы понимаете, обучение, которое складывается впрок, а вдруг когда-нибудь потом что-нибудь это понадобится. В то время как для активного обучения важен процесс, то есть как обучать, да, какие методы для этого использовать, какие вспомогательные элементы использовать для того, чтобы совершенно другие задачи решать. Решать задачи насущные, текущие, как говорится. Соответственно, от цели проистекает и форма. Но мы же знаем, как у нас учат в университетах, академиях. Классическое высшее образование, скажем так. Естественно, это лекции, это конспекты, которые пишутся на основании уже чего-то изученного, опробированного, и как бы никаких новых течений тут ждать не приходится. В то время как активное обучение подразумевает практическую форму. То есть как бы все делаем в процессе прямо обучения. Прямо делаем. Не только читаем или пишем. Знаете, как есть такая китайская поговорка, мне очень нравится – скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомни, вот как. Дай мне попробовать, и это станет моим. Так вот, почему так сейчас распространены, в принципе, бизнес-тренинги и вот эти вот активные курсы обучения? Потому что прямо в процессе обучения каждому участнику предоставляется возможность попробовать. Более того, не только попробовать, но и получить обратную связь. Согласитесь, обратная связь дорогого стоит. Одно дело, когда лектор нам все рассказал, сделайте это, 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 мы можем задать ему вопрос, но мы никогда не начнем применять эту теорию в жизнь. Поэтому, естественно, что практическая форма обучения, она более прогрессивная и дает нам лучший результат. Дальше. Если поиск ответа, правильного ответа, да, знаете, как в математическом задачнике, где-то там на последней страничке, имеется правильный ответ, то, естественно, что для активного обучения такой подход нереален, да. Мы что ищем? Мы ищем приемлемый какой-то результат, который бы нас устроил. Дальше. Актуальность, скажем так, да. В классическом обучении, в традиционном, что? Мы изучаем что-то уже ранее созданное, написанное, обоснованное. Что касается активного обучения, то тут очень часто применяются какие-то креативные новые методы и подходы. Мы прямо, как говорится, истину ищем в процессе практики, да. И задачи-то какие, в принципе, у традиционного обучения? Преподать. Потому и говорят в УЗИ, как преподаватель, да. Дать информацию. В то время как для тренера гораздо важнее организовать обучающий процесс. Помочь участникам и проконсультировать при необходимости. Совершенно разные и задачи, в том числе, да. Ну и ответственность. Седьмой пункт. Его выделяют исследователи, да. Ответственность. Естественно, что в школе и в учебных заведениях, по крайней мере, у нас на территории русскоязычной, да, по-прежнему ответственность за конечный результат, за успешное обучение, все-таки лежит на учителе. При активном обучении и ответственность за результат, и ответственность за прохождение курса, это все-таки лежит все на том, кто обучается. Обучающийся. Недаром Ильясов сказал так, да, слово «учиться» в русском языке имеет частицу «ся». Это возвратный глагол. То есть учить себя. То есть самоконтроль тут очень важен. И, в принципе, все обучение в моем проекте, в проекте «Ветер перемен», оно все вот такое активное. Просто невозможно дать те знания по тем предметам, которые я преподаю, скажем так, точнее, которым я обучаю, точнее, даже еще не так, которым обучаются участники. Просто невозможно их дать в классической форме. Это всегда какие-то игровые моменты, это какие-то диалоги, это какие-то актерские этюды, упражнения обязательно. То есть это все идет вот в такой вот активной форме. И об этом неоднократно в своих отзывах говорили те, кто уже прошел какое-то обучение в нашем проекте. Сегодня, собственно говоря, вот таким коротким как бы изложением своего собственного опыта и исследований в этом вопросе я открываю осенний семестр обучающего интернет-проекта «Ветер перемен». И открываем мы наш осенний семестр именно с семидневного онлайн-практикума. Все будет происходить онлайн здесь и сейчас. Естественно, что на это обучение я приглашаю всех, кто хочет освоить умение вот свободно выступать, скажем, на прямых эфирах, в прямых трансляциях. Кстати говоря, наилучший способ постичь что-либо самому поделиться тем, что знаешь. Так что для меня это будет тоже хороший практикум. На этом я завершаю свою онлайн-трансляцию. С вами была Елена Литвиненко. До встречи в эфире!